Сегодня тут представлено практически все. Вот сзади меня, например, раковина со знаменитого Ульяновского завода, ныне, к сожалению, сгоревшего. А вот тут есть демитровградская рыбка соленая. Если пройти чуть дальше, есть кольца из ювелирной смолы, очень красиво выглядят. Тут конфетки, к сожалению, мне нельзя. И чай практически на любой вкус. Малиновый с травами, морковный с душицей, кленовый для сосудов. Всего представлено 22 номинанта. Пойдемте посмотрим награждения. В различные сферы и направления. Яркие и колоритные люди – настоящие лидеры. В Доме предпринимателя чествуют лучших коммерсантов 2021 года. Всегда хочется пожелать таким людям, только, опять же, не опускать рук, всегда быть горящим своим делом и всегда любить свой коллектив и, конечно же, свое дело и своих клиентов. А тем предпринимателям, которые, к сожалению, в этом году не победили, хочется сказать, что конкурс у нас ежегодный. И, соответственно, подавайте заявки, и у вас все еще впереди, и все получится. В минувшую пятницу бизнес-премию получили представители таких сфер, как информационная технология, промышленное производство, строительство, образование, здравоохранение, спорт, маркетинг, конечно же, реклама, сельхоз и транспортные услуги. Кстати, Ульяновская область ходит в топ-5 регионов по внешнеэкономической деятельности, по количеству иностранных заводов и количеству предприятий, работающих с иностранными контрагентами. Есть в регионе и собственная логистическая компания. К сожалению, до нашего прихода в Ульяновской области не было нормальной инфраструктуры для обработки импортных грузов. Не было собственных компаний, которые имели транспортные средства для доставки этих грузов с территории Евросоюза, с территории Турции или Китая. То есть все это выполнялось субподрядными организациями, зачастую иностранными. И мы увидели прекрасную возможность для того, чтобы предложить эти услуги на месте. Как итог, в руках Николая диплом победителя. А в регионе одна из топовых российских логистических компаний. Одна из первых в стране, организовавшая скоростные контейнерные поезда с Китайской Народной Республикой. За пять лет существования предприятие показало десятикратный экономический подъем. В 2021, например, прирост 523 миллиона рублей. Как ни парадоксально, но пандемия не только вредит бизнесу, но и приносит пользу. Чтобы поддержать тех, кто еще только планирует заняться коммерцией, и у кого пока нет средств платить юристам и бухгалтерам, Алена создала коммуникативную площадку. Тут хобби превращают в дело приносящее прибыль. На самом деле эта идея родилась от страха. Когда начали закрываться предприниматели, я боялась оставить свой коллектив без работы, без заработной платы, потому что нам тоже надо платить своим сотрудникам. И он был создан от страха. Поэтому, мне кажется, мы уже все отбоялись. Мы не стремились к какому-то особому успеху. Мы старались выжить сами и помогли выжить многим. Алена Кононова – один из лучших предпринимателей 2021 года. Кроме того, фирменными статуэтками из Симберцита наградили победителей номинаций «Бизнес-проект в социальной сфере», «Бизнес-старт года», «Семейный бизнес». Павел Патриков, Геннадий Бухтаяров, репортер 73. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова